Ну-ну-ну, тихо-тихо, Тобик, не лезь туда. Ой, я вас куда выпустила? В туалет. А вы что делаете? Тобик. О, мартышки. Тобик, Тобик. Иди ко мне, иди сюда. Тобик, Тобик. Ну все, ну-ка, я вас поймать не могу, камера. Ой, Юла. Ой, Юла. Тобик, нельзя так вынашиваться. Ну что это такое, а? Бог ты мой. Вот выпусти их в туалет. Блин, я их не могу поймать. Это кто такие игрушки маленькие, а? Не подходи к Злате. Так, идите в туалет. Это что такое? Вот такая ягодка растет, хорошая, крупная и много на молодых побегах. Какой ветер, ураган. Наверное, сейчас дождик опять пойдет. У кого есть кусочек земли, и еще не посажена ремонтантная малина, обязательно посадите. Она будет вас радовать до самых заморозков. Посмотрите, какая прелесть. До самых морозов. А как приятно потом. Даже не надо много. Маленькую мисочку нарвать, пойти съесть где-нибудь под деревом и наслаждаться. Какая она вкусная сейчас, какая сладкая. Или блинчиков напечь. И без всякого сахара, без всякого варенья. Вот эти ягодки на блинчик завернуть. И как это вкусно и немного полезно. Поэтому есть у вас хотя бы небольшой участочек. Ей много не нужно, 10 кустиков посадить. А 10 кустиков вполне хватит, чтобы наесться за лето малинки. Ой, какой ураган у нас начинается. Вот какая малюсенькая, тоненькая веточка. А сколько на ней ягод. Это я еще сюда не дотягиваю шланг. Это в конце огорода находится. Этот кусок. И мне, честно сказать, лень шланг тянуть. По всем этим зарослям. А если бы я поливала, малина была бы еще лучше. Как в начале, где шланг постоянно лежит. Но поливать ее, конечно, нужно. Это обязательное условие. А вот какая. Какая прелесть. Туда еще не дошла. Будьте любезны. 15 минут назад поставила полную миску. Думаю, пойду еще маленькую на рву. Собаки не бегают. Никто, думаю, здесь не тронет. Рву подходит ко мне маленький козленочек. Никогда в жизни не подходил. Его мать самостоятельно выкормила без моей помощи. И он такой дикий. А это подходит ко мне, прям тянется. Я ему говорю, ой, ты мой золотой. Что это на тебя нашло? Ты же всегда меня боялся и не подходил. А тут прямо тянется ко мне. Ой, да такой ласковый. Такой добренький. Чего он добренький? Вон тазик малины съел. Схомячил. Ё-моё, прихожу, миска пустая. Одни крошки остались. Сейчас пойду засниму. Живот раздулся. Если догоню его, конечно, теперь. Сам маленький и круглый, как шарик теперь. Куда в него поместился этот тазик, я не знаю. Сразу мне вспомнилось видео. Оно раньше по интернету крутилось. Как мужчина выходит, а у него по машине на капоте прыгает козленок. И следующий кадр, как тушка крутится на вертеле, на костре. У меня тот же, когда эту миску увидела, тот же самый кадр перед глазами. Что у меня сегодня за день? Малину козлы съели. Поросята выскочили на улицу. Подрыли под шпалы. О-о-о! А я слышу, малину рву какой-то шорох непонятный. А тут вот они дырку себе вырыли на волю. И кто по габаритам прошел в эту дырку, все вон травку едят. Понятно? Теперь еще надо попробовать их всех в кучу собрать. Ну, надеюсь, придут сами. Вся малышня. О, козявки. Довольные, притихли, травка вкусная. Им зерно надоело. Спасибо, хоть далеко не отходят, уткнулись. Да, Хрюша? Ну, ты не пройдешь в эту дырочку. А очень хочется, да? Ой-ой-ой. Надо садиться охранять. Что, девки, отходите, вы все равно не пролезете. Бока наели? Да. Иди, Хрюшечка, не пройдешь ты никак. Если уйдут к соседям, конец. Можно отсюда переселяться. Тут у меня вообще-то клубника опять заросла. Вот они решили мне помочь прополоть. Ну, давайте, давайте, ребята. Ладно, так уж и быть. Помогайте. Вот они, вы пролезете. Да. Девки, вы тоже не пролезете, даже не подходите. Да не ходи, даже не проверяй. Не проверяй.